И сегодня, по просьбе моих подписчиков, я снимаю видео про свои ножи в Кнайвхите. Ну что ж, погнали. Так, начнем со вкладки Get for Apples, то есть, ну, в нескольких вкладах с названием Get for Apples. Эти ножи открываются за яблоки, или же, как они называются, половинки яблок, которые надо выбивать во время игры. Заметьте, яблоки получить можно только в обычной игре, в челленджах получить их нельзя. Запомните это навсегда. Каждое яблоко дает вам по две половинки яблока, как бы странно не звучало. Ну, то есть, вот эта вот иконочка вот вверху, вот эта типа валюта, называется половинки, потому что, ну, за одно яблоко вы получаете две половинки яблока. Но еще есть золотое яблоко, за которое вы можете получить аж четыре половины. Четыре половины. Четыре половины яблока. Так, начнем с первой вкладки. Один нож, вот отдельный какой-нибудь. Тут можно просто покупать отдельный нож или случайный нож. Отдельный нож стоит пятьсот яблок. А случайный нож, ну, или же рандомный, стоит двести пятьдесят яблока. Яблоко. Яблоко. Вот видите вот эту кнопочку Unlock Random? Вот нажав на нее, если у вас недоступны какие-то ножи, они откроются случайным образом. Какой-то один. За двести пятьдесят. Ну вот. Хочу вам сказать, что рекомендую. Блядь, что я говорю. Короче. Всегда покупайте яблоки с помощью рандома. Потому что это намного выгоднее. Например, смотрите. Я хочу открыть один нож за пятьсот яблок. Я просто трачу пятьсот яблок и открываю один нож. Но можно поступить иначе. Просто потратив пятьсот яблок и открыть два ножа. Просто нажать два раза на Unlock Random. То есть открыть один нож за двести пятьдесят, а потом второй нож за двести пятьдесят. И это, мне кажется, намного круче. Так. Во второй вкладке немножко изменили сцены. Отдельный нож стоит тысячу яблок, а случайно пятьсот. Тут то же самое. Выгодно открывать с помощью кнопки Unlock Random. Потому что тут можно открыть два ножа за тысячу, а не один какой-то отдельный за тысячу. Ну, короче. Два ножа за тысячу можно открыть с помощью рандома. Так. В третьей вкладке у нас отдельный нож стоит аж полторы тысячи яблок. А случайный нож тысячу яблок. Скажу так. Мне пришлось немного попотеть. Потому что пришлось копить тысячу яблок постоянно. Знаете, это тоже очень муторно. Ну, вы поняли, короче. Ну что ж. Теперь переходим к вкладке Watch Videos. Что это такая за вкладка? И как разблокировать ножи в этих вкладках? Да очень просто, пацаны. Вам просто нужно смотреть рекламу. А точнее, определенное количество реклам. В первой вкладке для того, чтобы открыть нож, вам нужно посмотреть четыре рекламных ролика. Это для каждого ножа в этой вкладке. Во второй вкладке у нас уже немного другая система. Первый ряд ножей сверху активируется просмотром трех рекламных роликов. То есть, вот эти вот четыре ножа, блин. Следующий ряд, второй. Вот эти вот ножи. Если не ошибаюсь, открывается за шесть рекламных роликов для каждого ножа. Третий ряд. Аж девять рекламных роликов. То есть, вот эти вот четыре ножа. И последний, четвертый ряд, открывается аж за двенадцать реклам для каждого ножа. Получается, нужно посмотреть сорок восемь реклам. То есть, двенадцать четыре умножить и получится сорок восемь. Так, лично я просидел и смотрел эту рекламу. Просто сидел и смотрел эту рекламу. Скажу так, это довольно тяжело и очень затратно в плане времени. Ну, для коллекции ножей сойдет. Так, что там у нас на очереди? На очереди у нас вкладочка с названием Boss Knives. Точнее, две вкладочки. Думаю, объяснять, как их открывать не стоит, поскольку в названии уже есть объяснение. Ладно, ладно, так уж и быть, объясню. Начнем. У каждого босса в игре есть свой уникальный нож. Победив босса, вы разблокируете этот нож. В первой вкладке находятся ножи за обычных боссов. Они попадаются всегда, за малым исключением. Это, к примеру, сыр, томат, щит, компас. Ну, вы поняли, короче. Как мне кажется, они являются очень простыми. И победить их не составит такого труда, как бы казалось. Всего вообще в игре 16 обычных боссов. Ну, и, собственно, 16 ножей за них. Сейчас вы можете видеть их на своих экранах. То есть, вот эта вкладка и эти все ножи за обычных боссов. Так, во второй вкладке у нас находится 16 ножей. Ну, каких первых, собственно. Но тут они уже делятся на два типа. Ножи за редких боссов и ножи за легендарных боссов. Почему я говорю боссов, не знаю. Ну, короче, вы поняли. В игре 8 редких боссов. То есть, 8 ножей за них. Это вот эти вот ножи. Вот эти вот ножи, которые сейчас я показываю. Вот это ножи за редких боссов. Легендарных боссов в игре также 8, как и ножей за них. То есть, ну, то же самое. То есть, вот эти вот. Вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эти вот ножи за легендарных боссов. Редкие легендарные боссы уже намного труднее, я вам скажу. Потому что, ну блин, они намного труднее, чем обычные Но это и понятно Потому что, во-первых, они редкие А во-вторых, они имеют сложные движения Которые иногда трудно запомнить Вот, например, помню случай, когда я впервые увидел босса диско-шар И я очень испугался И не мог понять, какие движения он совершает Вот серьезно, просто обосрался, вот так надо сказать Для меня тогда это был шок Но со временем я к этому привык И запомнил все движения Для меня теперь он не такой тяжелый, как, например, был в первый раз Вот именно, когда я его в первую жизнь увидел Ну что ж, я открыл все эти ножи И скажу, что открывать их не так тяжело, как казалось Особенно, когда у тебя есть какой-то опыт игры То есть, ну, когда ты немножко опытный игрок Ну, скилл какой-то у тебя, короче, есть И что ж, ну, две последние вкладки остались Вот это и вот это Это ножи за челленджи Или они называются челлендж-кнайфс В них находятся ножи, которые нужно открывать за челленджи Да, вот что-то я сказал, челленджи, челленджи Ну, короче, вы поняли, нужно убивать боссов в челленджах Вы просто захотите играть в челлендж и приходите там боссов За которых вы получаете ножи На самом деле вы получаете нож за каждого десятого босса Получается в одном челлендже четыре ножа Из этого исходит, что там, правильно, 40 уровней Каждый босс становится тяжелее Поэтому приходится порой реально потеть Вот серьезно Вот я лично, у меня были моменты, когда мне пришлось потеть Но пройти их точно можно, вот даю слово Ну, потому что я же прошел как-то Лично я Так, стоп, 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 стоп Лично я открывал их не очень быстро И, как это сказать, можно не очень долго Я просто сел и играл И каким-то макаром умудрился за день пройти все челленджи практически с нуля Просто у меня в некоторых было уже пройдено по 10 уровней Поэтому и так быстренько прошел Так, дальше у нас платные ножи Ну, мне кажется, про них рассказывать нечего Тут и дураку понятно, что нужно их покупать за рельные деньги Что вам я не советую Лучше просто поиграть вот с этими всеми ножами Которые открываются бесплатно Их больше и они круче А платные ножи созданы для понтовых ребят У которых есть на это деньги Фух, пацаны, вроде бы все рассказал В общем-то, все Спасибо за просмотр Ааа, стоп, пацаны Забыл показать Я просто хотел себе показать статистику А именно свой уровень Вот, как видите, у меня уровень 253 Щит прокачан на 87% Экстренное продолжение На 215% 220% У меня бесплатные яблоки В подарки Ну, то есть больше яблок, точнее, в подарки 126% золотого яблока 215 дополнительных Яблок за видео И 88% Дополнительного опыта То есть у меня еще щит И опыт не прокачан до 100 В принципе, я как-нибудь попробую Прокачать Может, даже сниму про это видео Ну вот, теперь точно пока Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Пишите свои комментарии И всем удачи Пока